Дорогие отцы, братья и сестры, я вас всех поздравляю с тем, что вам очень в жизни повезло. Вы можете вживую созерцать и слушать Антона Ивановича, который является среди отечественных демограф, человеком номер один. Демография имеет определенные инструментарии, это социологические обследования, анкеты, потом их обработка, построение графиков, изучение тенденций и прогнозы. Прогнозы могут меняться в связи с изменением тенденций. И вот та область, которой занимается Антон Иванович, она вообще касается каждого русского человека. Но в силу того, что жизнь одного человека — это 70-80 лет, как сказано в Писании, А для нас понимание во времени, что происходит с народом, это ограничивает нашу жизнь. Народ умирает гораздо медленнее. И если что-то радикальное не произойдет в нашей жизни, в этой ситуации, то, понятное дело, через несколько десятков лет не будет ни государства, ни народа, ну в таком свободном состоянии, территория будет захвачена другими народами, то, что мы настроили, будет благополучно перестраивать. Вчера я имел возможность посетить один из действующих храмов. Я почему об этом вспомнил? Мы находимся в синодальном отделе по взаимодействию с вооруженными силами. И вот в конце 19-го, начале 20-го века были разработаны такие типовые воинские храмы, куда вмещался целый полк военнослужащих. И вот в Сокольниках один храм сейчас восстановлен полностью. А таких храмов было несколько десятков в стране. Сейчас их осталось всего пять. И там батюшка, настоятель, отец Михаил, мне показал такие же храмы на территории, которые раньше были в зоне ответственности Российской империи, которые сейчас находятся в Турции. Я увидел эти храмы переделанные в мечети. То есть снесен купол, снесена колокольня, и по углам четыре минарета. И он мне показал шесть образцов. Я всегда говорил, что из колокольни Ивана Великого у нас в Кремле получится неплохой минарет. Надо только крест заменить на полумесяц. А так вся архитектоника, она подходит. Ну и буквки надо заменить, наш славянский шрифт на арабскую вязь. Какую-нибудь суру из Корана там пропечатать, и все будет в порядке. Вот это вообще-то, конечно, как теперь принято, вызов современного времени. Потому что если при царстве Николая II население страны увеличивалось на 62 миллиона человек, хотя его жизнь закончилась всего в 50 лет, он был расстрелян, а так бы это, если он дожил бы, допустим, до 70, то миллионов на 80 население России увеличилось бы. То теперь мы вымираем по миллиону в год. Если бы не приезжающие инородцы, которые миллионами здесь оседают, то картина была бы еще более плачевной, ну, по таким математическим графикам. Но так как наш народ создал это государство, я имею в виду русский народ. Вот. Потому что, хотя у нас живет около 200 народов, чуть меньше в стране, но все-таки это русское государство, это русская культура. Это государство строили не удмурты, не ивенки, не таджики, не татары. И, конечно, каждый из народов некую такую свою нотку в нашу культуру привнес, но все-таки это русское государство. Не будет русских, не будет государства. Вот. Это совершенно должно стать так отчетливо это понимать. То, что нас мало народу, не смущайтесь, мы лекцию нашу запишем на цифровое телевидение. Она останется уже как бы в веках, мы ее будем распространять. Ну и спасибо, что вы пришли, потому что всегда, когда обращаешься к аудитории, легче, так сказать, вести свой доклад. Поэтому, говорю, вам очень повезло, что вы имеете счастье слышать нашего дорогого Анатолия Ивановича Антонова, который является профессором МГУ, нашего главного отечественного университета. И вот он как раз на этой кафедре, которой занимается эта проблема, работает много лет, имеет много трудов, ее возглавляет. И я думаю, вам всем будет очень интересно. Андрей Иванович, прошу вас здоровы. Спасибо большое. Вы так меня представили, мне даже неудобно. Вот, обыкновенно я профессор МГУ, занимаюсь двумя науками. Поскольку они пересекаются очень сильно, и на 50% трудно отличить при изучении, например, вот, рождаемости, то бишь, репродуктивной функции семьи. И, трудно сказать, где тут демография, а где социология семьи. Это изучают две эти науки. И отличие социологии семьи от демографии семьи заключается в том, что социология семьи изучает еще проблемы воспитания детей. Ну, социологи имеют очень своеобразный терминологический язык, очень много заимствований из других языков, и прежде всего из английского языка. И когда говорят социологи между собой, то простой русский народ, о котором так хорошо говорил отец Дмитрий, он ничего не понимает. У меня было очень много случаев в пору молодости, в начале 60-х годов, когда я активно стал заниматься социологией семьи. И мы ездили в метро, два-три социолога довольно громко говорят, и рядом наши, так сказать, пассажиры метро. И бывали случаи, когда подходили люди и говорили, вот вроде бы вы по-русски говорите, и вот я русский человек, но я ничего не могу понять, о чем идет речь. Это как раз излишнее увлечение терминологией, которая свойственна современной науке в особенности. После 91-го года засилие иностранных языков не только в науке, но наука, ладно, это не так много людей, это терпимо, а в городе у нас реклама, вывески, все, идут англоязычные термины, брендинги, лизинги и так далее. Поэтому здесь, конечно, идет невероятное преувеличение, и заимствование такое безоглядное. Ну, это бывало в истории страны несколько раз. Жаль, что опять это повторяется. Но в науке заимствования терминологические, прежде всего из английского языка, они вполне объяснимы, потому что в советский период социология и демография прекратили свое существование, были только номинально, была кафедра исторического материализма, которая претендовала на общую социологическую теорию. И когда появились, в конце 60-х годов появилась первая кафедра в Московском университете, она не называлась кафедрой социологии, она называлась кафедрой методики, то есть методов конкретных социальных исследований, потому что кафедра ИСТМАТа претендовала на вот эту вот социологическую теорию, хотя не являлась таковой. И вот за годы советского существования социология продвинулась достаточно далеко, особенно американская, которая лидирует в мире. И когда стало возможным как-то вот уже говорить о социологии у нас в стране, то пришлось социологам осваивать то, что было сделано вот до 60-х годов везде в мире. И это, собственно, касается и демографии также. Причем в 1937 году, когда была проведена перепись населения, и Сталин, чтобы скрыть результаты вот голода в стране, и потери населения, связанные с репрессиями, он назвал цифру численности населения СССР, которую должны были, вот статистики и демографы, которые занимались этим, должны были получить 170 миллионов, но получилось меньше на 10 миллионов с лишним. И поэтому перепись эта вся, значит, была уничтожена, только случайно остались фрагменты этой переписи, недавно восстановлены. А все люди, которые проводили перепись и вышли на эти результаты, они были репрессированы. Многие из них погибли в ГУЛАГе, многие вернулись. Вот, и я помню, в 60-е годы мы пришли в демографию, достаточно молодые, энергичные люди, и говорили в результате, так сказать, вот хрущевской политики разоблачения культа личности Сталина, немножко не так, как говорили наши отцы, предшествующие поколения. Я помню, как некоторые репрессированные демографы, вот на одной из конференций я выступал на Украине, и ко мне подошел украинский демограф, который 19 лет отсидел, подошел, пожал мне руку и познакомился, представился сам, и, значит, ну, ему захотелось вот пожать мне руку. Я говорю, в чем дело? Он говорит, вот просто вы представитель молодого поколения, не такой, как мы. Ну, его поразило то, что в те времена демографам разрешалось говорить о процессах населения, о том, что изучает демография соотношение рождаемости и смертности и само воспроизводство населения. Разрешалось говорить достаточно вольно, непрерывно не апеллируя к, значит, цитатам из решений Политбюро и ЦК КПСС. Вот. И я так понимаю, что с точки зрения человека, который вот полжизни просидел в тюрьме, это, конечно, было необычайно и воспринималось как что-то такое необычайно новое. Тем не менее, сложности были. В 1974 году в Советском Союзе стала расти смертность и статистика смертности была закрыта. И опять началось то, что было, в общем, всегда нельзя было говорить в официальной печати, публично, на лекциях публичных. В кругу научном мы все это знали, обсуждали. У нас была очень активная такая мощная демографическая секция при Московском Доме ученых. И там собирались москвичи и приезжали в Москву на эти заседания ежемесячные других регионов страны люди, чтобы поговорить, обсудить последнюю вот последнюю информацию. и советская наука, которая занималась проблемами семьи и проблемами демографии семьи и социологии семьи, она изначально была уже и в советское время разбита на две части. Ну, как бы, на часть такую традиционно консервативную. Таких терминов не было тогда, и я просто не знаю, как называть эти две части. Ну, вот представители нашей научной школы, которая исходит из ценности семьи для существования общества и для благополучного развития общества. Вот эта школа, она придает большое значение семье в жизни общества, главенствующую даже роль. Мы считаем, что семья, в отличие от такого ортодоксального марксизма, ленинизма, она является, если выражаться марксистским языком, движущим фактором истории, наряду с развитием производительных сил и производственных отношений. Потому что изменения по поводу воспроизводства населения, они затрагивают все сферы жизни и проявляются и в экономике, и в политике, и в социальной жизни. Просто эти изменения очень медленные, постепенные и не сразу бросаются в глаза. Это вот одна школа, и она сформировалась в советское время. Причем эта школа была школой меньшинства, потому что представители нашей научной школы возглавляла эту школу известный демограф Урланис в такой латышской что ли фамилии, который написал несколько очень интересных книг. Все время издается сейчас его книга о войнах и народонаселении. Она была и за границей во многих странах издана, и сейчас переиздается много раз. По-разному она называется «Люзские потери» или «Войны и народонаселения». И написал такую же большую книгу о истории населения в Европе. Перед самой войной он это написал. Был достаточно молодой еще тогда человек, около 40 лет было. И вот он во всех своих книгах с самого начала и до самой смерти все время говорил о том, что с точки зрения научной демографии самая главная проблема такая острая и влияющая на жизнь страны и если говорить о человечестве на человечество в целом это проблема убыли населения. в 20 веке он родился в 906 году прожил всю жизнь и умер в 81 году в советское время и в советское время говорить о кризисе чего-либо в советском обществе было совершенно настороженное иногда мы употребляли в устных спорах этот термин но к этому всегда относились настороженно и не приветствовали эту терминологию в советском обществе считалось что все хорошо и чудесно и никаких кризисов нет правда когда мне приходилось плотно общаться с представителями как сейчас говорят силовых культур структур простите мвд милиция прежде всего вся милиция советская начальники все милицейские это вот академия у нас там носок или есть вот мне приходилось читать лекции они все время говорили о том что советское устройство в жизни такое хорошее замечательное что нет никаких причин для того чтобы были негативные явления а вот мошенничество вратство безобразие всякие аморальные это все идет из семьи и поэтому главным носителем всего безнравственного и всего плохого что есть в советской жизни это семья и поэтому бороться с преступностью это надо бороться с семьей которая внутри семьи независимо от государства приобрела такую высочайшую самоценность и семья вот все время поставляет в страну вот эти вот когорты преступников вот несколько лет назад представитель совет федерации фамилию его называть не буду и человек который очень богат и в 90-е годы его фотографии вот появлялись вместе с портретами Ходорковского Березовского там и всех остальных вот в числе там 10-15 богатеев лет пять назад он как-то вот вцепился в меня и стал предлагать провести исследование создать международный коллектив из социологов и демографов вот российских и зарубежных ученых провести исследования и показать что вот носителем и прародителем всего так сказать плохого что есть в нашей жизни является семья то есть я просто был потрясен вот такой реставрацией милицейской точки зрения и ну которая вот функционировала в советское время и тут вдруг неожиданно совершенно вот противоположной стороны причем я знал мне этот человек признался что он в советское время он как валютчик несколько лет отсидел в тюрьме поэтому к милиции он прямого отношения как бы не имеет но вот потребовалось этому сверхбогатому человеку зачем-то вот опять вот создавить составить такой негативный образ семьи которая якобы вот негативно влияет на питание подрастающих поколений и на многие процессы нашей жизни вот я сейчас у меня такое получается развернутое введение я говорю не о том что мы изучаем о той ситуации которая сложилась вот у нас в стране в связи с изучением семьи я хочу сказать что эта ситуация она как и в советское время вот она была такая достаточно противоречивая была официальная точка зрения и были в науке ну два вот две научные школы два лагеря наша научная школа фамилистическая то бишь семейная которая за семейную политику за укрепление семьи за проведение просемейной политики и это наша научная школа негативно оценивала все тенденции связанные с сокращением рождаемости распространением неполных семей уменьшением числа семей увеличением сиротства беспризорничество вот все вот эти вот факты оценивала негативно разводы внебрачные рождения это вот наша школа и мы связывали все вот эти вот негативные явления с такими изменениями семьи которые ведут к кризису семьи как социального института вот когда мы берем всю массу семей в стране ну это 35 38 миллионов примерно семей то эти все семьи они находятся в каждый данный момент времени на разных стадиях своего развития одни только что вступают брак другие уже прошли стадию предродительства и родили ребенка это началась стадия репродуктивного воспитания и стадия социализации детей в семье какие-то семьи находятся на последней стадии пост родительства когда дети стали взрослые сами обзавелись семьями и вот родители они остаются с младшими детьми или внуками но семья так сказать вот уже первоначальная родительская она уже как бы сходит со сцены вот эти вот около 40 миллионов семей находятся на разных стадиях жизненного цикла семьи и все время меняются и вот эта динамика вот изменения семейной жизни она позволяет говорить о том что повторение одних и тех же событий выполнение людьми вот приходят новые поколения людей и начинают выполнять те же самые как в театре роли роли отца матери мужа жены дети играют роли сыновей и дочерей братьев сестер и это с каждым новым поколением проигрывается каждый раз заново в этом смысле мы говорим о цикле применительно к отдельным семьям все время повторяются одни и те же циклические вещи и есть определенные закономерности которые при этом проявляются но когда мы берем всю эту сумму семей мы говорим об институте семьи институт семьи который не имеет никакого так сказать органа который им бы управлял не имеет никакого министерства которое отвечало бы за благополучное функционирование семьи это вот институт социальный вот такого гражданского общества один из трех важнейших институтов социология изучает вот устройство организацию жизни и то организацию жизни которая изначально связана с тремя институтами с институтом семьи институтом церкви и институтом государства вот эти три семьи они три института они и так сказать представляли общество с незапамятных времен до нашего времени и вот социология и прежде всего социология семьи изучает вот эти вот институциональные отношения какие появляются группы классы группировки как дифференцируется взаимодействие этих институтов что происходит это вот институциональная социология демография изучает обычно полагают что демография изучает только процессы численности населения на самом деле демографов в общем-то численность населения она конечно волнует но прежде всего волнует режим воспроизводства населения как осуществляется воспроизводство населения потому что общество оно своими корнями вот как население как фундамент здания не может быть никакого общества без населения и вот демография она изучает пирамиды структуры населения и демографию в отличие от социологии и от многих социальных наук притязает на невероятное по существующим по нынешним меркам научного исследования демография может предсказывать будущее на 30 50 на 70 на 100 лет вперед мы сейчас знаем что те которые родились в 2013 2012 году какая часть из этих людей доживет до 80 до 90 до 100 лет ну где-то там больше до 110 видовая продолжительность жизни человека 98 лет около 100 лет все разговоры о том что там по 150 по 170 лет живут это все документально неподтвержденные факты в основном 100 лет и поэтому в демографии мы считаем уже людей вот сколько с каждого поколения людей будет доживать до возраста 100 лет и старше 90 80 это мы можем уже говорить сейчас и это весьма и весьма точные данные они построены на изучении воспроизводства населения и процессов смертности и рождаемости брачности разводимости которые происходили в предшествующих поколениях я говорил о цикличности демографии изучают вот это тоже цикличность но с очень большой инерцией если человеческой жизни год это 365 дней это невероятно много то в демографии один год это 27-30 лет возраст одного поколения и поэтому 100 лет в демографии это три поколения человеческих и мы считаем на 3 четыре пять на семь поколений вперед что может быть поэтому это рядом но многих это поражает поражает как можно говорить о том что будет через сто лет когда абсолютно неизвестно что и как может измениться ну вот в этом смысле демография она дает образец такой вот социальной физики и очень часто демографов упрекают том что вот они изучают чисто количественное соотношение как математики не думая о качественности вот например сейчас когда вот представители нашей научной школы нам приходится общаться с политиками представителями министерств ведомств разных очень часто нам говорят о том что вот вы очень много беспокоитесь о повышении рождаемости в стране а мало обращаете внимания вы демографы обращаясь к нам а мало внимания уделяете тому что вот те дети которые рождены они многие из них находятся в плачевном положении много беспризорников сирот и вроде бы лучше задуматься о качестве вот воспитания этих детей чем продолжать значит вот призывать дальше количественному увеличению населения это в данном случае вот такая аргументация это подмена понятия демография чисто количественная наука мы изучаем количественное соотношение рождаемости и смертности если рождаемость число родившихся постоянно превышает число умерших население чуть-чуть увеличивается мы говорим о расширенном режиме воспроизводства населения если же происходит убыль населения и число умирающих превышает число рожденных вот это вот убыль населения и ведет к процессу депопуляции и мы говорим о суженном воспроизводстве населения неблагоприятном ненормальном режиме воспроизводства населения с которым надо вот что-то делать надо его менять поэтому вот процессы численности населения они являются прямым следствием тех режимов воспроизводства населения которые происходят в стране вот России не повезло со второй половине 60-х годов прошлого века у нас сложился суженный режим воспроизводства населения и сначала мы это наблюдали по уменьшению количества рождений которые приходятся на семью и на одну женщину за всю репродуктивную жизнь и говорили о том что рано или поздно инерционность этого процесса приведет к тому что начнут преобладать уже прямые количественные вот эти вот соотношения между умирающими и рожденными людьми и так оно и произошло начиная с 92-го года количество умирающих в России стало превышать количество рождающихся только вот в 2013-м году впервые за последние годы значит обнаружился баланс когда 13 примерно с половиной рождения на тысячу населения уравнялись 13 с половиной вот умершими на тысячу населения и в 2013-м году мы получили вот такой баланс когда нет ни убыли ни прироста населения а до этого все время был минус все время была депопуляция особенно сильные в 90-е годы когда убыль населения ежегодная она достигала 900 тысяч уменьшения убыли вот этот режим воспроизводства населения он зависит от разных факторов в том числе и от политики населения от различных вот структурных взаимодействий взаимодействий структурных я имею ввиду структурных это каковы структуры населения структуры по возрасту сколько детей сколько трудоспособного населения сколько людей старых престарелых и структуры по полу мужчины и женщины демографии вот эти вот структуры они влияют на существующий процесс ну вот так вот в общих словах чем занимается примерно демография семьи вот главный вопрос это изучение воспроизводства населения и теперь я должен сказать о терминологии и о типах семьи в связи с воспроизводством населения вот это демографический вот этот критерий очень важно запомнить именно демография определяет сколько семей сколько детей в семье является когда говорят что много детей многодетная семья и когда детей мало по отношению к чему употребляются эти выражения эти словосочетания так вот демография молодетная семья это мало детей один-два ребенка мало с точки зрения так называемого простого воспроизводства населения простое воспроизводство населения в демографии это тот режим населения когда население не увеличивается не уменьшается а стабильно существует та численность населения которая достигнута была ранее и имеется в данный момент времени иногда такое население называют еще нулевым населением когда нет ни прибавки населения, ни прироста, ни убыли населения. Но существует термин «простое воспроизводство населения». То есть такое, когда обеспечивается необходимое число детей для воспроизводства уходящих поколений. И вот в демографии для простого воспроизводства населения необходимо иметь в семье 3-4 ребенка. Если говорить уже совсем строго, был у нас такой демограф, представитель нашей научной школы, учитель демографа урланица Борисов Владимир Александрович. Он сделал расчет, сколько нужно иметь детей для простого воспроизводства населения. И там получается так. Для того, чтобы население не увеличилось, не уменьшалось, а поддерживало свою численность постоянной, необходимо иметь 35% семей с тремя детьми, 17% семей с четырьмя детьми, и примерно 3-4% семей с пятью и более детьми. Пять и более детей – это много. Многодетная семья – это много, не вообще много, а много с точки зрения простого воспроизводства населения. Для простого воспроизводства населения надо 3-4 ребенка, ну, грубо говоря, нужна трехдетная семья. А если превышает это число, ну, многодетность начинается с пятого ребенка, пятый, шестой, седьмой и так далее по очередности ребенок. Это много с точки зрения воспроизводства населения. А мало – это один-два ребенка. И вот, значит, для, опять же, простого воспроизводства населения нам необходимо, чтобы было 35% двудетных семей, ну, и все оставшиеся – это однодетные семьи. Значит, 35% трехдетных, 17% четырехдетных – 52%, 3% берем многодетных, пять и более детей – 55%, 45% остается, вычитаем из них 35% двудетных, и остается для этой структуры населения 10% однодетных семей. Это та структура семей, которая сейчас имеет место на Северном Кавказе. В Дагестане, в Чечне и Ингушетии. И эта структура, поскольку мы видим, что более 50% семей имеют троих и более детей, то есть то, что необходимо для простого воспроизводства населения, то для людей, воспитанных и живущих в условиях преобладающей однодетности, а у нас сейчас в России в целом две трети семей – это семьи с одним ребенком. Население Северного Кавказа, вот Дагестан – это самая большая там республика, там их 6,5 или 7 миллионов, чеченцев всего 1 миллион и полмиллиона, меньше даже ингушей. Это меньше 4% от всей структуры населения, населения Северного Кавказа. И там нормальная рождаемость, нормальное воспроизводство населения, то, какое должно было бы быть вообще у нас везде в России. Там тоже уменьшается рождаемость, так же, как она уменьшается в бывших республиках Советского Союза, в Таджикистане, в Узбекистане, в Киргизии, в Казахстане. Вот, это все так. Но мы сейчас начинаем говорить о том, поскольку мы находимся все время в постоянном режиме суженного воспроизводства населения, в условиях депопуляции, мы все время говорим о том, что нам необходимо, ну, как-то вот из этой ямы депопуляционной выкарабкиваться, и как-то надо вот что-то предпринимать, какие-то усилия, чтобы выйти на структуру населения, которая необходима для того, чтобы население, ну, достигло уровня простого воспроизводства. 2,2 ребенка на одну женщину за всю репродуктивную жизнь. Репродуктивный период жизни считается до 50 лет, от 15 до 50 лет. Вот, 2,2 ребенка. У нас сейчас мы добились того, вот, в последние годы, и правительство очень гордо все время, так сказать, этим достижением, и все время говорит об этом, что вот необычайно выросла якобы рождаемость в последние 10-15 лет. Но сейчас у нас 1,6 ребенка. Это чуть-чуть больше, чем было прежде. В 99-м году у нас была очень страшная такая цифра. 1,19 ребенка на одну женщину за всю жизнь. Ну, грубо говоря, 1,2. Сейчас 1,6. Вроде бы такой вот прогресс. И необходимо вот понять, и я вот как раз сейчас вот начну показывать вам слайды, необходимо понять, вот, что произошло с 92-го года. В 92-м году началась депопуляция, началась оболь населения в России, то есть число умирающих стало превышать число рождающихся. А до этого, в 81-м году, Брежневым проводилась, во времена Брежнева проводилась политика поощрения работающих матерей. Ну, вы знаете, в Советском Союзе главная доблесть была трудовая доблесть, и поэтому для того, чтобы женщина-мать могла сочетать материнскую функцию с трудовой функцией, а трудовая функция женская на первом месте была в Советском Союзе, материнская стояла рангом ниже. Вот для этого была проведена в 81-м году политика денежных пособий на детей и льгот там еще небольших, кое-каких. Политика гораздо более скромная, чем та политика, которая проводилась в Швеции в послевоенное время и в довоенное время, и в других странах, скандинавских, северных, европейских, и западноевропейских. То есть несопоставимые данные. Я сейчас могу привести цифры. У нас в России до сих пор тратится полпроцента национального дохода на вот эти вот детские пособия. Тогда как в среднем, если брать среднюю европейскую страну, западноевропейскую, и северную, и южную, без бывших восточноевропейских вот стран социализма, там порядка 4-5 процентов дохода уходит на эти пособия. В Швеции больше, чем эта величина. То есть в 10-15 раз больше, чем эти пособия вот практикуются у нас в нашей стране. Ну и больше, чем это было в Советском Союзе. Хотя в Советском Союзе, хотя эта политика была весьма скромной, но она была достаточно ощутимой населением. И поэтому после 91-го года, когда политика Гайдара, Чубайса, вот этих вот идеологов приватизации и перехода на новое рыночное отношение, когда стала эта политика проводиться, то совершенно были исключены интересы демографии и интересы семьи из этого анализа. И мне приходилось на научных семинарах в 90-е годы общаться и с министрами Гайдаровского правительства. И один раз на одном из семинаров у Бурбалеса я задавал вопросы Гайдару, и он промолчал, ничего не стал говорить. Ну, я его попросил сказать о том, что вот когда вы проводили свою политику, игнорируя предложения вот нашей научной школы, вы должны были понимать, что вот эта политика шоковой терапии, отпуска цен там и так далее, она заставила семью отказаться от прачечных, от общественных столовых, от многих других социальных служб. И семья стала все это делать сама. Семья российская стала себя спасать за счет вот огородов, картошки, огурчиков, помидорчиков на этих огородах. Это все, вот этот весь семейный труд домашний, он никак не калькулировался и в стоимостных выражениях в национальном доходе никак не участвовал. То есть это была, ну, такая, если хотите, прямая эксплуатация семьи. И фактически шоковая терапия состояла в стране только благодаря вот этим семейным усилиям по спасению самих себя. И я публично выступал где-то в середине 90-х годов по телевидению. Была такая передача, вот если бы министром был я, я там выступал в роли министра демографического, а бывший министр экономики правительства Гайдара Оренсон, он мне оппонировал. И вот он публично тогда признал, у меня есть записи этой телепередачи, он признал, что да, действительно, политика Гайдаровского правительства в те времена, она дискриминировала семью и была направлена против семьи, была антисемейной. Вот эта вот режницкая политика 81-го года, хотя она была скромная, но она была включена в систему советских отношений, где многие, значит, были достижения связаны с небесплатными, но достаточно приемлемыми ценами за помещение детей в детские сады, политика обеспечения жильем и здравоохранением. Вот это все, оно работало и привело к тому, что с 82-го года по 87-й год значительно повысился коэффициент рождаемости и на протяжении вот этих 5-6-ти лет с 82-го по 87-й год увеличилась там, ну, около, ну, почти в два раза численность рожденных мальчиков и девочек, которые через 20-25 лет стали вот молодыми мужчинами и женщинами, которые стали вступать в брак в 2004-м, 2005-м, 2006-м году. И, зная вот это вот структурное изменение, мы предполагали, что вот в первой декаде, в конце первой декады, первого столетия вот этого нашего века должны повышаться вот эти вот коэффициенты рождаемости. Не знаю, эту информацию мы давали во все вот ведомства и министерства, мы демографы. Ну, не знаю, в какой мере это учитывалось, но во всяком случае политика повышения рождаемости, которая была провозглашена в 2006-м году и стала реализовываться с 2007-го года, политика повышения пособий на детей и политика вот материнского капитала, они, эти меры совпали с численным увеличением вот уже этих подрослевших мальчиков и девочек, рожденных в 82-м, 87-м году. И одно наложилось на другое. И получился вот такой совместный эффект, когда с 2007-го года по 2013-й, и вот сейчас еще данных по 2013-му года нет, но мы предполагаем, что в 2013-м году, по крайней мере, уровень рождаемости остался таким же, какой и был в 2012-м году. Ну, может быть, он чуть-чуть уменьшился в конце года. Во всяком случае, еще остается достаточно высоким. И мы наблюдаем, что с 2006-го, 2007-го года по 2012-2013 год у нас стали повышаться коэффициенты рождаемости. Ну, вот тут начинается уже опять разговор о науке демографии и о социологии семьи. Коэффициенты могут повышаться, а говорить о росте рождаемости этот рост коэффициентов не позволяет. Почему? Вот это главный вопрос. И этот вопрос не всегда осознается политиками в нашей стране, высшими чиновниками, министрами, министерскими работниками. Они однозначно воспринимают любое повышение коэффициентов рождаемости как прямой результат их деятельности по введению материнского капитала и увеличению вот этих пособий. Кстати говоря, пособия введены были достаточно существенные на первого ребенка, на второго ребенка. В течение полутора лет они выплачивались до полутора лет и тоже какую-то сыграли роль, хотя чиновники они всегда выдумывают какие-то невероятные вещи. Почему до полутора лет, не до двух лет, не до трех лет считают у них какая-то своя сберегательная экономика заплатить, но заплатить не так много. Короче говоря, очень часто чиновники ведут себя очень странным образом. Ясно, что в полтора года ребенок не становится совершеннолетним. И если в европейских странах пособия на детей выплачиваются до возраста совершеннолетия, а если ребенок учится в вузе, то эти выплаты идут и на время обучения, то у нас вводятся какие-то фантастические сроки до полутора лет. Хотя мы, демографы, все время говорим о том, что надо платить до эти пособия до возраста совершеннолетия. Всегда бывает один и тот же ответ. Денег нет, и поэтому приходится экономить. Именно на семье и на детях. Так вот, тем не менее, вот эта политика материнского капитала, который нельзя взять весь целиком и нельзя использовать сужен диапазон применения этого материнского капитала. Вот, например, сейчас стоимость обучения студента в Московском университете за год вот эта сумма сейчас уже достигла 300 тысяч рублей в год. Это меньше, чем в Америке, но это по нашим понятиям это очень приличная сумма. Это почти 10 тысяч долларов за год, там, считайте, по тысяче долларов в год. В Америке в 80-е годы, 90-е годы, в среднем университете американском стоимость обучения в месяц 2-3 тысячи долларов. Хотя в Америке такая система образовательная, что если студент учится очень хорошо, получает четверки и пятерки, то все деньги, которые платятся за обучение, если он не четверки и пятерки, там десятибальная система, если он учится хорошо, то все эти деньги ему же этому студенту возвращаются обратно. У нас такой системы нет. но поэтому вот эта плата за обучение у нас, которое сейчас практикуется, она стала уже весьма и весьма высокой. И эта плата она очень многих, так сказать, для очень многих молодых людей оказывается непредалимым препятствием. Возвращаясь к самому спорному и интенсивно обсуждаемому сегодня вопросу о том, как сказалась вот эта политика на тех тенденциях, которые мы наблюдаем. И почему с научной точки зрения нельзя считать рост вот этих коэффициентов рождаемости временный с 2007 года по 2013 2014 почему нельзя это считать ростом интенсивности рождаемости? Интенсивность рождаемости это рождение определенного числа детей. Если увеличивается потребность в детях и эта потребность в детях она начинает расти, то ее рост рано или поздно ведет к тому, что эта потребность в детях она начинает реализовываться и приносит свои плоды. Поэтому когда мы подходим с научными мерками к проводимой политике, мы пытаемся понять, в какой мере вот этот материнский капитал и введение этих пособий повлияло на увеличение потребности населения российского в детях. И выводка совершенно неутешительный. Оказалось, что в этот период никакого роста потребностей в детях не наблюдалось. Какой она была, такой и она осталась. Поэтому рост коэффициентов рождаемости говорит о том, что существующая в стране массовая многомиллионная вот эта потребность только максимум в двух детях, которые реализуются не полностью, поскольку у нас две трети нашего населения является однодетным, то вот эта политика материнского капитала и этих пособий, она привлела к тому, что более полно стала эта потребность в детях реализовываться. Ну, грубо говоря, где-то процентов в среднем на 10 увеличилась доля рождение вторых детей. Эта политика не привела к массовому появлению двухдетных семей. Двудетных семей в России сейчас 30%, очень мало. Две трети, 66%, это вот семьи с одним ребенком, около 30% это семьи с двумя детьми и значит пять процентов у нас там остаток это семьи многодетные с тремя и более детьми. Вот и все. Значит, вот эта детность считается по отношению к семьям с детьми. Вот я привел вот такие рассуждения, теперь я хочу показать слайды, чтобы не быть голословным и чтобы вы увидели, что это действительно так. Вот это видно, да? Ну, это вот для демографии очень важный показатель это схема демографического перехода и вот в верхней части тут изображены две линии сверху линия рождаемости а снизу линия смертности. Вот та верхняя это рождаемость а вот пониже на верхнем рисунке это линия смертности и видно, что идет превышение рождаемости надсмертности и вот там вот сером заштриховано это прирост населения который наблюдался вот в истории человечества эта схема демографического перехода она описывает переход от очень высокой смертности и высокой рождаемости в прошлые времена медицина очень плохо была развита санитарно-гигиенические условия были недостаточные условия жизни поэтому только за счет высочайшей смертности простите высочайшей рождаемости можно было противостоять вот этой вот высочайшей смертности у нас очень высокая была младенческая смертность до года младенцев вот в нашей стране и вообще в мире считается что до 19 века где-то средняя продолжительность жизни была около 15 лет вот сейчас у нас в стране 70 лет это одна из низких самых продолжительности жизни в Европе но 15 лет и 70 лет вы видите разницу значит это вот первая схема и предполагалось многими учеными что когда сократится смертность то тогда сократится и рождаемость и рождаемость будет все время на уровне простого воспроизводства то есть 2 и 2 ребенка вот это нарисовано вот вот этими двумя маленькими параллельными линиями в конце этой схемы но жизнь она привела к совсем другим так сказать вот результатам оказалось что как только рождаемость стала сокращаться она не остановилась вот на этом уровне который предполагался уровень там 2 и 2 десятых ребенка она пошла вниз и мы вместо прироста населения вместо демографического взрыва мы получили убыль населения депопуляцию вот вот она причем надо сказать что в современных условиях вот тут на нижней схеме нарисовано обыль населения вот я сейчас руками покажу демографическую пирамиду локти это вот рождается молодое поколение младенцы вот и в России в конце 19 века была самая высокая рождаемость которая наблюдалась не во всех губерниях Индии в Индии тоже была очень высокая рождаемость как и в России сейчас у нас рождаемость 2 в 3 раза меньше чем у индусов но в конце 19 века мы были одинаковые и вот пирамида у нас была такая вот очень много младенцев в середине среднего поколения и наверху небольшая прослойка старых людей ну считают там старше 60 лет пенсионного возраста когда начинает сокращаться рождаемость вот сближаются локти наверху сразу образуется тоже вот такой разрыв и сближение локтей это уменьшение рождающегося контингента уменьшение младенцев и детей и одновременно увеличение доли пенсионеров вот наверху эта доля увеличивается сейчас во всех развитых странах мира и у нас в стране тенденция такая что вот все сейчас говорят ученые о том что мы живем в стареющем обществе увеличивается увеличивается доля престарелого населения причем доля детей подростков уменьшается так сильно что локти вот начинают сближаться и пирамида она уже переворачивается еще пройдет немного времени вот если все останется так как оно имеет место быть сейчас то в 2050 году доля стариков будет два раза превышать долю младенцев два раза по России начиная с 2004 года мы имеем увеличение за всю историю нашей страны до 2004 года никогда не было такого положения вещей чтобы доля людей старше 60 лет превышала долю детей и младенцев но с 2004 года этот процесс вот как Горбачев говорил пошел и трудно будет его этот процесс остановить потому что в предстоящие 15 лет ожидается очень сильное сокращение рождаемости почему во первых перестает действует вот эта демографическая волна которая была связана с брежневской политикой когда родилось больше мальчиков и девочек эти возрослевшие мальчики девочки вот сейчас в первой декаде значит вот привели к повышению коэффициентов рождаемости и немножко улучшили ситуацию но этот эффект он заканчивается и в 2014 15 16 году у нас начинается уменьшение рождаемости опять вот эти локти начинают сближаться и начнет дальше увеличиваться население старше 60 лет население старше 60 лет имеет тенденцию умирать особенно мужское население поэтому независимо от медицины независимо от врачей если уменьшается основание то увеличивается вот эта доля стариков значит увеличивается и доля умирающих среди них людей и сокращение рождаемости является прямой причиной постарения населения и хотим мы этого не не хотим если рождаемость сокращается то неизбежно начинает расти смертность поэтому вот эта кривая смертности смертность уменьшается уменьшается и вот из-за того что начинает сокращаться рождаемость еще дальше чем предполагалось, еще ниже, то за счет этого постарения населения и роста смертности среди стареющего населения, стариков, мы получаем вот этот вот разрыв, убыль населения, депопуляцию. Поэтому бороться надо. Вот сейчас, к сожалению, министр здравоохранения Скворцова, она врач по образованию, и она не демограф и не знакома, к сожалению, с демографическими данными. Надо бы было ей быть с ними знакомыми. Она недавно выступала по телевизору и говорила о том, что мы в стране не сможем понизить смертность до такого уровня, который был в прежние времена. И она не учитывает того, что совершенно вот сейчас изменилась структура населения, и в структуре нынешнего российского населения доля детей, вот она продолжает уменьшаться, доля стариков увеличивается. И вот в стареющем населении добиваться медицинскими средствами сокращения коэффициента смертности невозможно, потому что причиной вот этого роста смертности медицина должна заниматься лечением людей, ремонтом здоровья людей. А вот сокращение рождаемости и увеличение доли старых людей в сравнении со всеми остальными возрастами требует совсем другой социальной политики, демографической политики, направленной на то, чтобы повысилась ценность семьи и детей, повысилась ценность рождаемости и увеличилась детность. Это необходимое требование демографического анализа. Вот я хочу показать вот такую картинку. Это как происходит депопуляция. Вот нормальная структура населения для страны с очень высокой рождаемостью, это вот на схеме, вот этот первый этап пирамиды поколений, это молодое быстро растующее население. Старшего населения наверху меньше всего доля, среднее трудоспособное поколение, оно занимает среднее место, и младшее поколение, это вот дети, подростки, их больше всего. Вот они здесь присутствуют. Вот следующая фаза, которая начинается, когда сокращается рождаемость, то начинает уменьшаться младшее поколение, среднее поколение, оно остается таким же средним, но вот видите, уменьшается там старшее поколение. И этот этап стареющего населения медленно, по инерции, оно продолжает расти, но уменьшается вот это младшее поколение. И начинается угроза вот роста старшего поколения. И вот самая неблагоприятная картинка, вот депопуляционная, это вот эта вот картинка, которая нарисована в середине этой схемы. Мы видим, что старшее поколение по численности гораздо больше, чем младшее поколение, ну и в разных странах там по-разному меняются пропорции среднего поколения. Для того, чтобы выйти вот из этой стадии, необходимо пройти опять вот такие фазы. Надо увеличить вот это младшее поколение за счет повышения рождаемости, потом постепенно увеличится среднее поколение и уменьшится доля стареющего населения. Вот это схема изменения демографической пирамиды поколений при проведении, вот вторая половина, при возможном эффективном проведении демографической политики. К сожалению, политика остается у нас еще малоэффективной, поэтому это теоретически необходимая политика, она вот такой должна стать. Но это не то, что имеет место сейчас. Далее, вот очень много министром было у нас здравоохранение Голикова. Я в комиссии был 8 лет в Минздраве, когда Зурабов был министром здравоохранения и вот и Голикова. И именно за время правления Зурабова и Голикова и произошел вот этот вот рост коэффициентов рождаемости у нас в стране. Ну, больше всего в этом смысле повезло Голиковой. И пропаганда, которая проводилась в нашей стране, она на все заседания комиссии по проблемам народного населения приглашала журналистов, тележурналистов, которые рекламировали вот этот рост коэффициентов рождаемости. Я ее одна... Слово мне они не давали. Приходилось, так сказать, в комиссии человек 30-40 все время приходилось выкрикивать с места. Я ей задавал такие вопросы. Я говорю, а когда начнет рождаемость падать, вы также будете приглашать тележурналистов и говорить о том, что благодаря вашей мудрой политике рождаемость начинает сокращаться? Она мне на эти вопросы ничего не отвечала, но продолжала гнуть свою линию и наверх все время поставлялась информация о том, что за последние 20 лет у нас в стране сейчас самая-самая высокая рождаемость. На самом деле самая высокая рождаемость была в 87-м году. И она, эта рождаемость, высота вот эта, не достигнута, гораздо меньше. И вот, когда была проведена перепись с 2010 года, перед этим была перепись с 2002 года, за эти 8 лет с 2002 по 2010 год мы по результатам этой переписи, опубликованным Росстатом, это не наши какие-то там пересчеты, а это Росстатовские данные, вот эта картинка Росстата. И по этим данным мы видим, что с 2002 года по 2010 год, несмотря на то, что коэффициенты рождаемости росли, те вот, о которых вот говорила Голикова, вот, на самом деле не наблюдалось роста интенсивности рождаемости. И это видно почему? Мы видим, что домохозяйства преобладают, вот три сектора самых больших, какие? Это вот вы видите, 25,7%, 28,5% и 22,5% это вот зеленый сектор, это из трех человек, из двух человек, из одного человека. Три четверти вот этого сектора, это домохозяйство максимум из трех человек. Вот, вот этот вот сектор, а это два человека и один человек. А вот то, что нам надо, вот с детьми, вот они здесь, нет этого ничего. Перепись показывает, что домохозяйство с детьми, они уменьшаются в межпереписной период. Дальше, вот тоже по переписи. Всем домохозяйство, вот видите, с одним ребенком, 65,5%, с двумя детьми, чуть-чуть небольшая прибавка за эти вот 8 лет. С тремя и более детьми было 7%, стало 6,6%. А я вот говорил в самом начале, что нам для простого воспроизводства как раз и надо, чтобы с тремя и более детьми увеличивалось. А тут мы видим, с тремя и более детьми мы наблюдаем не увеличение, а уменьшение. Значит, рост коэффициентов рождаемости, который зарегистрировала Голикова, и который она распространяла эту информацию по всей стране, был обусловлен ростом первых и вторых рождений. А рост первых рождений, это если у нас сейчас вот две трети однодетных семей, ну давайте сделаем три четверти однодетных семей. К чему это приведет? А это приведет к тому, что однодетность, она ведет к уменьшению, стремительному уменьшению исходной численности населения через каждые 25 лет. Вот в этом смысле очень интересна статистика Москвы. В 1926 году в Москве было 2 миллиона всего населения. И если всех этих москвичей 1926 года посчитать коренными москвичами, посчитайте, при однодетности сколько осталось коренных москвичей к 2014 году. Вы удивитесь. Через каждые 25 лет, через 25 лет, 1951 год, 1 миллион остается. Еще добавляем 25 лет, это будет 1976 год. Остается полмиллиона. Еще 25 лет добавляем, 2001 год. У вас там и к 2014 году у нас сейчас действительно коренных москвичей, москвичей в третьем поколении, это единицы. Мы сейчас москвичами считаем тем, кто родился и живет в Москве. Это неправильно с семейной точки зрения. Семья – это всегда многопоколенное явление. И с точки зрения семьи коренной москвич – это москвич в третьем поколении. Таких сейчас невероятно мало в Москве. Значит, мы видим, что этот процесс, он наиболее заметен в городских домохозяйствах, чем в сельских. Но села сейчас практически уже не осталось в России. Три четверти населения сейчас в России – это город. Мы уменьшаем сельское население, поэтому вот то, что у нас безлюдные деревни бросают – это тенденция современной экономики. В Америке 5% фермеров. Значит, я не знаю, к этому проценту мы идем или нет. У нас пока одна четверть населения сельского. Но то, что сельское население будет уменьшаться – это факт. А сельское население всегда было с точки зрения семьи и рождаемости более, так сказать, выгодным для страны. Поэтому исчезновение сельского населения – это, в общем-то, исчезновение семьи с необходимым числом детей. Теперь вот посмотрите на эту табличку. Значит, Голикова продолжает публиковать цифры о росте коэффициентов рождаемости. А мы видим, что вот последняя таблица – это процент к итогу 2010-й год, к итогу 2002-му году. Вот здесь. Рост первых рождений и вторых, третьих меньше – 97%, 87%, 72%, 5% и более. То есть, все семьи с детьми, они все за межпереписной период уменьшились. А коэффициенты выросли за счет вот первых и вторых рождений. Естественно, ну, я думаю, что в эти нюансы Голика она не влезала и вникала. Вот, и никакой в этом смысле намеренности с ее стороны нет. Но нежелание министра здравоохранения в сферу деятельности, которую включают процессы демографические, вникать. Я ей подарил книги свои, попросил прочитать. Я говорю, хотя бы введение прочитайте, заключение. Она мне фыркнула, так сказала, ну, почему я, говорит, все прочитаю. Не знаю, все она прочитала или нет. Но даже на уровне введения заключения она все-таки своих взглядов после чтения, надеюсь, этих книг, не изменила. Вот, и надо вот в связи с этим сказать, что мне все-таки кажется, что не случайно в стране до сих пор нет ни одного демографического факультета. Это удивительно, конечно. В Африке там в любой стране отсталые демографические факультеты есть. У нас на всю страну несколько кафедр. Причем чисто демографических кафедр нету. Нет, вру. Одна кафедра в высшей школе экономики. Там, значит, кафедра так и называется, кафедра демографии. А в Московском университете две кафедры. Вот моя кафедра, кафедра социологии семьи и демографии. И на экономическом факультете, кафедра экономики народонаселения и демографии. Вот всего три кафедры, факультета нет. И вот получается, что в стране с 64-го года в России наблюдается вот это вот явление суженного воспроизводства населения. И почему проблемы демографии, они не оказываются вот в центре внимания. И почему в системе образования мы писали свои предложения каждый раз, когда спрашивают о том, что бы нужно было сделать. В Московском университете вот все хвалят нашего ректора Садовничева. А я не могу похвалить, потому что все наши попытки создать внутри университета из... Ну, есть люди, которые занимаются демографией на географическом, экономическом, на социологическом, отчасти на философском факультете. Мы хотели создать из этих вот сил факультет. Нет, нет денег, нет желания. Ну, в Московском университете не хотят делать демографический факультет. И главный вопрос. Вот мы выпустим демографов, а где они будут работать? Кому они нужны? Никому они не нужны. Никому не надо, чтобы люди знали, что происходит на самом деле у нас с этими вот демографическими процессами. Вот это пирамида, страшная пирамида. Видите, одно дело, пирамида вот как пирамида, вот такая очень широкое основание и маленькая верхушка. А вот пирамида 2002 года, пирамида худенькая по сравнению с 2002 годом, 2010 года, я вот, к сожалению, с собой книжку не взял, мы там нарисовали пирамиду 2050 года, когда стариков в два раза больше, чем детей и молодежи. Когда вот эта вот часть верхняя, она больше два раза, чем вот эта. То эта пирамида, к которой мы сейчас идем, 2050 года, эта пирамида, она немножко напоминает вот гриб, который при атомном взрыве образуется. Похоже. Вот это, я не знаю, случайное совпадение или эта конфигурация, вот когда верхняя часть, как шапка, нависает над нижней. И вот посмотрите на эти картинки атомного взрыва, это очень-очень похоже. Вот в этом есть что-то такое страшное. Поэтому некоторые демографы начинают говорить о демографической смерти, о демографической зиме. Ну, в России мы зимы не боимся, мы живем на вечной мерзлоте, в снегах и морозах, но вот эта аналогия с атомным вот грибом, она весьма-весьма печальна. И печально то, что люди, принимающие ответственные решения, мало озабочены все-таки этой проблемой. Продолжение следует...